Открытый телеканал представляет Игорь пишет Сейчас читаю статью Балюсулама Свобода Классная статья, как будто сегодня он ее писал И много вопросов Вот, например, написано Нужно остерегаться, чтобы мнения представителей человечества не сблизились слишком сильно Если исчезнут разногласия и критика, прекратится всякое продвижение во мнениях и постижениях И высохнет источник знания в мире, разумеется Вопрос такой у него Но разве не из-за разногласий сегодня все эти войны? Разве не лучше было бы, чтобы не было никаких разногласий? Нет, тогда было бы все очень односторонне, однобоко, без противоречий Человечество не смогло бы двигаться вперед, развиваться То есть, в принципе, все эти войны... Не войны, я не говорю о войнах, не обязательно войны Можно все уладить другими методами, не обязательно воевать сразу же Понятно А почему мы вот так разногласия все время хотим решить войнами и решениями резкими? Как дети маленькие То есть, человечество вот так выглядит сегодня? Да А то, что говорит Балю Сулам, он говорит о других решениях, да, Сержена? Абсолютно обо всех разногласиях Надо все решать, именно когда сидим вместе и обсуждаем Вот дальше пишет Игорь, но ведь нет людей, которые бы желали критики Люди лгут, когда утверждают обратное Можно воспитать человека так, что он будет желать критику? Конечно Можно? Конечно, противоречия в них и выявляется истина Вот это должен понимать человек? Да Это непросто, сами понимаете Ну, не знаю, я лично с этим полностью согласен То есть, вы критику можете воспринимать, да? А без критики как человек может развиваться? То есть, вы даже ее желаете, получается? Желаю, конечно И вы не сопротивляетесь? Не сопротивляюсь нисколько, наоборот Наоборот, чем больше критики, чем больше мнений, разногласий Тем больше можно выявить, кто куда и как И почему таким образом создал творец общества, человека И нас вот в таком виде, противоречащим И только таким образом постигается истина То есть, вы говорите, что человек должен желать в результате критики, да? Истина постигается в споре Понятно Почему, декларируя вначале, что критика созидательна Вот как мы с вами говорим Впоследствии приходит к тому, что уничтожают ее Да, потому что каждый любит давить на другого До тех пор, пока тот не согласится А если не согласится, то я его убью Да Ну, ты же видишь, как в мире все делается То есть, наш эгоизм, он превалирует над всеми другими возможностями обсуждать и расти Понятно Ну, с другой стороны, мы говорим, что это наша природа эгоизм Так или иначе, он должен выступать Ну, так мы же должны как-то его исправлять То есть, наша задача все время оседлать его, да? Все время Когда критика созидательна и когда разрушительна? Вот отсюда и видно Когда она приводит к взаимному обсуждению Так И в итоге к согласию То это положительно А когда она приводит к таким противоречиям вплоть до войны и уничтожения То тогда она, конечно, вредна Разрушительно Понятно Но человечество все время приходит Вот я смотрю, после всех войн А это эгоизм, с которым мы не работаем Тут ничего не сделаешь Не, ну, после войны он приходит к тому, что желательно посидеть, поговорить, обсудить Это потому, что война все-таки дает какое-то осознание зла Но потом снова Если приходишь к внутренней критике Внешне исчезает, спрашивает Игорь То есть, можно сказать, что внешняя критика – это показатель того, что отсутствует внутренняя Так это или так? Да И вопрос, что происходит в исправленном мире, полном добра, любви, как вы говорите Там есть критика? Это все зависит от воспитания человека и от того, как он воспитывает себя Ну вот мы пришли к миру, который вот полон любви, добра Вот мы двигаемся туда Там критика есть какая-то? Там есть критика, конечно Есть? Обязательно, да Есть огромное количество мнений, противоречий Но это все обсуждается и постоянно приводится к какому-то общему знаменателю По которому движется все человечество Это и называется, что на уровне любви решается все, да? Вот это то, что мы говорим Все покрыть любовью – это вот об этом Да Это в исправленном мире вот так все работает Конечно И только лечь над разногласиями Разногласия остаются? Да Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok